Спиленные деревья, пожухлые листва на земле и карусели, которые уже несколько лет ржавеют под открытым небом. Так сейчас выглядит парк культуры и отдыха нефтехимиков. Но даже в таком виде он привлекает к себе людей, которые его любят и хотят изменить. Есть такие места, которые напоминают мою молодость. Я сюда на танцы ходила в свое время. Небольшое все-таки развлечение для детей должны были оставить. Но этого нет. К сожалению, это очень печально и плохо. Вот один участок я бы облагородила. Особенно сцена. Здесь химиков выступают. Вот впереди 9 мая. А сцена в плачевном состоянии, к сожалению. Люди недовольны гнилыми деревьями, покосившимися заборами и неубранной территорией. Но в Уфе есть и те, кто хотел бы изменить парк в лучшую сторону. Я написал друзьям, и мы решили, что будет неплохо создать инициативную группу, потому что бы как-то собрать мнение людей, собрать такую вот команду, которая сможет попробовать оживить эту территорию, сделать на ней какие-то больше активности, проводить на ней, может быть, мероприятия. Сам Иван сейчас заканчивает школу. Но к этому времени он уже успел поднаторить в урбанистике. За последние годы я проходил несколько обучений, которые были организованы при содействии Института развития городов Башкортостана. Я проходил школу живых городов, школу городских героев, школу от КБ «Стрелка», по-моему, городские практики, тоже в рамках которых мы получали какие-то знания, в том числе и пробовали какие-то практические проекты. У нас был проект по кинотеатру «Победа», мы пробовали социологическое исследование проводить. Собственно, вот после этого всего решил, посмотрев на опыт других, посмотрев на то, как, в принципе, может быть, поняв, что у парка есть на самом деле потенциал, решили сделать вот эту группу. Сигнал к тому, что пора самому позаботиться о парке, Иван вместе с друзьями увидел в недавнем пожаре, когда в середине апреля сгорел один из заброшенных аттракционов. Собственно, после этого запустился процесс уже разрушения этой площадки самими вандалами. То есть начали люди, увидев, что одна площадка сгорела, начали сюда залезать и активно разрушать остальные аттракционы. Сейчас эта площадка, ну, как бы продолжает разрушаться, и за ней, как бы, ну, никто ей не следит. Ребятам удалось узнать, что благоустройство парка планируется на 2022-2023 года. А до тех пор они видят шанс на спасение парка нефтехимиков в тактическом урбанизме. Это преображение среды через краткосрочные и недорогие изменения. Какое-то благоустройство, которое послужит таким, ну, промежуточным между пустой территорией и полноценным благоустройством, но уже сразу вылечет жителей, и они сразу смогут пользоваться пространством. Главной точкой притяжения в парке грядущим летом может стать пустующая сцена. Но только в том случае, если пространство вокруг нее будет правильно оформлено. Начинить это место какими-то, ну, палетами для сиденья, чтобы, да, как Ваня сказал, не несколько скамеек по кругу, чтобы вся площадь была занята скамейками, чтобы пришли, вот, массово какое-то мероприятие можно было провести, чтобы собрать больше людей и начинять это место жизнью, так скажем. Кроме сбора пожеланий от неравнодушных уфимцев, Иван вместе с друзьями собирается проследить за тем, чтобы полученная информация не была проигнорирована городскими властями. Уже с этими готовым мнением большим массовым мы хотим, собственно, пойти, может быть, к администрации парка или к администрации района и с ними уже обсудить, что мы можем сделать вот прямо сейчас. Парк нефтехимиков построили в середине прошлого века. Тогда он назывался городским садом Победа. У многих жителей Черниковки пространство вызывает чувство доброй ностальгии. Поэтому дух истории после реконструкции, говорят молодые урбанисты, не должен отсюда исчезнуть. Тут, на самом деле, очень много всяких культурных элементов, которые можно было бы сохранить. Тот же самый забор вокруг парка, если хоть даже его, только его сохранить, то это, в целом, будет хорошая отсылка к истории, к тому, что парк закладывался как такое ознаменование Победы. И, в целом, если у территории есть дух памяти, дух истории, то он больше привлекает людей. Чтобы уже сейчас помочь преобразить парк, вы можете пройти небольшой опрос, который найдете в шапке профиля инстаграм химик.уфа. Егор Полторыхин, Лилия Голямова, телеканал ЮТВ.